Друзья, дамы и господа. У нас идет тренинг по мануальному массажу и мануальной терапии. И вот часто вопрос возникает с грыжами. Что делать, когда человек приходит с грыжей? Ну, во-первых, надо вам ее хотя бы как-то продиагностировать. Чаще всего, в 80% случаях, человек знает про все свои проблемы, про свои грыжи. Он сразу заявляет, плюхает, у нас было, говорит, там болит, тут грыжа, тут поосторожней. В эти моменты вы прислушиваетесь и делаете поосторожнее. Если человек не знает, то, в принципе, можно достаточно просто проверить. Если болят мышцы, поясничные и грушевидные мышцы, вот здесь вот в зеленом показаны грушевидные мышцы, то боль в пояснице, вот в этом переходе, пояснично-крестцовом, не будет отдаваться. Для этого можно повернуть любую ногу, да, и покрутить бедро вот так вот. Если грушевидные мышцы, будут болеть здесь. Если поясница болит, мы себе мотаем на ус и говорим, о, это подозрение на грыжу. Никогда не обманывайте человека, пациента, не говорите, что у тебя 100% грыжа, тебе надо там лечиться, операться или что-то еще делать, да. Пока мы только предполагаем, мы можем предположить. Если грыжа все-таки есть, да, то у человека боли по центру идут, и он начинает поднимать противоположное бедро, вот так вот сразу, да. Ну, это, то есть, это сразу явно видно. Кроме того, все, все хватит, да. Не сам приподнимаясь, а когда я ногу вращаю, да, давай продемонстрируем это, вращаю, да, и предположено, вот, скорее всего, это грыжа, вот она стреляет туда. Кроме того, человек не сможет спадеть ногу вот выше этого угла, прямую, уже будет отдавать в поясницу, а если еще надавливаем сверху, да, то там будет больно, даже если согнутую ногу надавливаем, в этом месте больно. Если там не так больно, да, то есть, в принципе, массаж показан, то это за приемы можно использовать для корректировки тазового крестцового сочленения. Теперь, как можно понять, где грыжа? Поворачивайся спиной вверх, по-богу, по-богу, так скажем. Вот, самые частые грыжи, это где? Это, вот, как ты говоришь, Ремель-5, С1, да, это 90% случаев, ну, может, не 90%, ну, там, 80% случаев грыжи. Переход, Ремель-5, С1. Почему? Во-первых, весь верхний корпус нашего со всем своим весом и сумками, которые мы называем языками, давим на эти позвонки. А эти позвонки, вот видите, голубым показаны межпозвоночные диски, грыжи, это выпячивание диска. Они, как правило, все горизонтальные, видите, эти диски идут. Кроме, пожалуй, двух нижних позвонков, особенно вот, Л-5, С1, он под 45 градусов на наклонен вперед, вниз. И даже, когда я на схеме рисовал, я вот тоже отметил, что, видите, все диски горизонтальные, вот, ровный человек, да, и только нижнюю вот эту пару позвонков, пару фидисков наклонены вниз. Соответственно, если у человека рюкзак, если у него большое пузо, беременность, да, то это все еще больше вытягивает вниз, увеличивается гиперлордоз, где становится, да, позвонок сползает и раздавливает этот диск. Поэтому идет выпячивание диска назад, вот в этом месте. Ну, тут не показано, тут показано чуть повыше. Второй случай, это, соответственно, Л-4, Л-5. Третий случай, это Л-3, Л-4. Ну, тут как бы третий случай показан, да? Тут, как правило, в трех, в четырех, вот, ниже в позвонках чаще всего идут грыжа по нарастающей. Например, здесь 11 миллиметров, здесь 7, здесь 5, здесь 3, здесь 1 миллиметр. Ну, тоже, смотрите, есть позвонки поясничные толстые, и 3, 5, 4, даже 6 миллиметров выпячивания, это еще не грыжа, это протрузия называется. Грыжа здесь побольше, вот тут показано сантиметровое, да, когда она ужинает на колешок. А шейные позвонки, они маленькие, поэтому здесь вот выпячивание на 4 сантиметра, это уже грыжа считается. Так что, второй по показателю, по очередности грыж, да, это вот шейные позвонки, нижняя, как правило, С5, С6, С7. Вот. Ну, некоторые ставят, там рентген делают, у тебя аж 12 грыж во всем, во всем грудном отделе позвоночника, да? Ну, это немножко обман, не может быть, грыж сразу 12, это, врач, что-то, наверное, другое я имел в виду, или поторопился как-то диагностик, в смысле, описание рентгена, да, провел как-то успехи. Значит, смотрите, а в каком можно случае делать, в каком нельзя делать массаж, да? Если грыжа у человека сдавляет корешок, это, на самом деле, очень больно, организм страхуется. Он в этот момент, все мышцы вокруг, да, а их тут много, мелких, они между каждым позвонком идут. Очень много мелких. Сегмент позвонка скрепляется. И, как правило, идет обострение на 1-2 позвонка вверх и вниз. Окружающие позвонки тоже скрепляются. Что это значит? Ну, тут еще жировая ткань добавляется, да, иногда было, такие, как, жировые, вот, на месте, такие наросты, там, может, будет, может, взять, подержать за них. Оргонизм формирует дополнительный корсет мышечный, да, чтобы уберечь это место отличных воздействий. В этом случае будет больно, если вы начнете воздействовать. В этом случае нельзя прогревать. Раньше, вон, там, на Руси, 150 лет назад, разогревали в печке кирпич, вкладе горящий кирпич, да, вот это вот, ни в коем случае. Нельзя. Резкое охлаждение, некоторые в прожить, на Реале, там, да, тоже нельзя. Ничего резкого делать нельзя. Резкие мануальные наше воздействие тоже делать нельзя. Нужно либо купировать боль, да, сначала уколы, есть такие. Блокада называется. Либо дождаться, когда уйдет воспалительный процесс. Нельзя ходить в баню, в этом случае, да, при воспалительном процессе. Вот как понять, можно ходить в баню или нет? Воспалительный процесс бывает холодный, бывает горячий. Если вы потрогали, там холодно, да, значит, в баню ходить можно. И массаж согревающий, да, согревающей техники вот эти вот эти вот, делать можно. Если теплая кожа, да, и покраснение такое, то и воспалительный процесс теплый, тогда делать ничего нельзя согревающего. Понимаете, да? Тогда только мягкие растягивающие техники, в основном растягивающие. Ну, плюс бассейн, плюс дома там сам человек тянется по чуть-чуть, да. Чуть-чуть, не на турнике даже, на турнике нельзя. А в стол упирается, да, и чуть-чуть вот так вот вытягивает свой позвоночник. Об этом я в другом видеоролике рассказывал, там на канале Академии Телесориентированных Практик. Посмотрите, поищите. Так, и как мы проверяем, вот пациент лег, да, как мы проверяем, что грыжа. Тоже не слушайте таких мастеров, там, когда мне приходят, клиенты говорят, ой, я там к кому-то пошел, он мне банками, банками резиновыми, да, потер-потер и грыжу вытянул. Даже по формулировке неправильно, как он ее высыл, куда, назад ее высынуть нельзя. Кроме того, до грыжи тут еще, чтобы добраться вот сквозь это все, чтобы проверить, туда палец не влезет. Это сантиметров пять, а то и семь толстых мышц, жирового сала, кожу туда, понимаете, и промежуточных еще вот этих социлинений костных, хосеточных суставов. То есть это глупо. Грыжу прощупать нельзя, и вытянуть ее банками тоже нельзя. Что он, скорее всего, банками сделал? Он, скорее всего, расслабил вот эти мышцы паравертебральные, да, которые ее стягивали. Расслабил, с них спазм сошел, укрощение вот это вот ушло, да, и они растянулись. А мы, как можно проверить грыжу, находим сошеление, вот это вот, да, и даем на него мягко, либо ребром ладони вот этой мягкой, либо большими пальцами вот так вот, мягенько, вертикально вниз. Спрашиваем у человека, здесь больно внутри, в позвоночнике, не в месте нажатия, а в позвоночнике. Он отвечает, не больно, да? Нет. Потом вот сюда даем, не больно. Ну, и так вот, пять позвонков нижних проходим, да? Если нигде не больно, то грыжи нету, а если что-то и было, скорее всего, портрузия. Если острая боль, то все, вы можете отправиться смело на рентген или к неверопатологу, они там вам могут что-то подсказать, значит, дополнительное лечение. Пробивая по косточкам таза, да, когда мы вот так вот били, да, отодвигая таз вниз, мы, соответственно, тоже вот эти расширяем, вот эти расстояния, да, и если есть грыжа, то она стреляет сюда молнией. Если нету, то пробивать можно, можно делать. Так. По поводу закачивать, вот тоже многие говорят, особенно эти фитнес-инструкторы, тебе надо закачать мышцы, чтобы у тебя не было грыжи. Да это чушь тоже полная несуседная. Вы представьте, наш позвоночник держится, вот в основном костях, это вот таз, да? И все, что сверху, они держат мышцы, привязывая его к тазу. Либо позвоночник к позвонку, либо ребро к позвонку, да, либо руку к позвоночнику, да. Нету мышц растягивающих, их вообще не существует. Есть только логика в том, что, если спазмированы задние мышцы, да, то, скорее всего, передние растянуты, расслаблены. То есть, есть такое понятие, мышцы антагонисты. Вокруг, ну, с этой стороны, с этой, они работают друг против друга, да? Если эти укорочены, то эти растянуты. Нам надо, соответственно, противоположное, укрепить мышцы живота. Это даже не мышцы пресса, это палестнично-подвздошные мышцы, идущие от всех пяти позвонков, вот сюда, и выстилающих внутреннюю часть таза, тазового дна нашего, да? Вот их надо укрепить, а задние мышцы расслабить. Как мы полагаем расслабить человеку задние мышцы? Ну, про укрепление, это понятно, это гимнастика, потому что мы пока всякие, да? А расслабление какое? Ну, во-первых, все растягивающие методы, легенькие, да, когда мы натянули, расслабили, натянули, на выходе, расслабили, натянули вот этот вот позвоночник, да, расслабили. Плюс мягкие массажные техники, можно залезть поглубже и миофициально продавить вот эти мышцы, точки, как она получается, точка нажимаем, расслабляя их. Ну, еще дополнительные методы расслабления, ну, скручивание я вам уже показывал, да? В домашних условиях можно просто положить ладонь на человека, который жалуется, да, ну, кто там супруг, супруга, бабушка, дедушка, ребенок, и просто вот раскачиваем его. Человек лежит на плотно-жесткой поверхности, это может быть так-так, кушетка жесткая, да, либо на ковре, смотрит телевизор, вы сидите сверху и раскачиваете его мягко-мягко. Тут весь смысл, запомните, именно в микродвижениях. Можете, если вы, вот, на полу, например, лежит, сидите на стуле, да, вы можете пяткой сюда упереться и вот пяткой просто укачать. Только не в косточки упираете, да, вот, прямо в мягкое место. Вот мягко-мягко раскачиваем и уже будет пройдет, через 5-10 минут пройдет. Если к вам пациент пришел на массаж, да, вы можете его дополнительно поставить на четвереньки, вот вставай прям массажем в столе, кроме массажа движения, как дополнительная программа, да, убирающая, как ты будешь, да, и поле убирающая, и как массажная часть. И как подсказка человеку тренироваться дома. Поднимаем, да, где живот, поясницу выше, выше, выше на вдохе. Вдохнули и выглянулись, как кошка, вверх. На выдохе опускаем вниз. Только медленно, медленно это делай. И мы подсказываем, вот, как будто бы к животу привязан грузик, где пупок, да, вот, натянет вниз. Сейчас стой, просто медленно дыши, как будто бы ничего не происходит. Вот, микро-микро движение, и чувствую, как будто бы груз какой-то тянет, поясницу вниз, вниз, гравитация тянет ее все ниже, ниже. Вот, расслабились. Теперь мягкий вдох. Подержали пару секунд, выдох. Тут важно держать, чтобы руки вертикально и ноги, бедра соблюдали вертикально. То есть, приподземляемо опирались в стол. Да, поясница расслабляется. А вы можете ему еще немножко помочь. Чуть поднадавить. Вдох. Выдох. И чуть-чуть растянуть поясничные мышцы. Вот здесь вот парни, чтобы вы помогаете. Ты чувствуешь, как он расслабляется? Чувствуется хорошо. Хорошие упражнения, да? И приятные. Полезно, полезно, да. Ну и сами для себя тоже, ботай с наузом, вы и сами себе тоже самое можете делать дома. Вот, а дальше теперь закрепили его ноги и костяков, круп, так скажем, в руках. И предлагаете человеку опуститься сначала на локте и чуть выше тянись, насколько можешь, руками дать. Как будто поза, кошка пролазит как забором. Вот, а сами ему помогаете, вот крестца эти мышцы еще больше раз тянуть. Смотрите, контролируйте, чтобы бедра были перпендикулярны земле. С легкой вибрацией. Тянем, 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 тянем. Вот. Ну, может дополнительно растянуть позвоночник и прохрустеть еще грудной отдел. Вот, теперь мягко ложись обратно. Ты почувствовал тут растяжение, да? Там, по-моему, да, что-то прошло два маяка. Два маяка, да? Да, приятно отборвал, конечно. Приятно, правда. Вот. Чтобы дополнительно разгрузить, можем взять его за эти подвздошные кости спереди, да? Только мягко, но обоим, ходите, чтобы не пережимать пальцами. Человек расслаблено лежит, дышит, расслабься. А вы его таз подняли и немножко вот покачали. Это тоже есть мануальное воздействие. Так вот мягко. Покачали, растянули, потрясли. Можно, если руки, ну, камера, и удобно, да? Я там на видео показывал, на одном технике с ремнем. Можно ремень пропустить, ну, жесткий кожаный, да? Под косточки именно. Не под живот, а под косточки. Поднять вверх и подергать за верхушку ремня. Такой некоторый приемочек мотается себе на ус. Так, это вот то, что мы можем делать, помимо скруток и помимо таких жестких мануальных практик, да? Боремся с грыжей. Вопрос теперь у вас был такой, можно ли вообще устранить грыжу или нет, да? Ну, соответственно, если все-таки это протрузия, а грыжа что такое? Выпячивание, то есть это наши ткани. Вот это вот фиброзное кольцо, оно как сеточка, как вот у металлического шланга водопроводного, знаете, вот такие вот сплетения. Вот оно так сплетено. Но если оно растянуто, то это как будто, представьте, полиэтиленовый пакет мы вытянули, да? Как он обратно зайдет? Ну, ткани уже растянуты, все. Дальше, если усугубиться процесс, да, то пройдет разрыв, и пульпозное ядро может вытечь наружу, это будет еще хуже. Это будет отравление, токсикация окружающих тканей. Они еще больше от этого спазмироваться, еще больше укорачиваются, и человеку еще больнее получать. Кроме того, отравление корешков идет. Ну, это как бы крайний случай, что допускать нельзя. При компрессионном сдавливании сложим это будет сделано, да? Но наши техники безопасны, еще раз повторяю, у нас все только на декомпрессию, только на растяжение, поэтому они безопасны. Многократно растягивая, ну, грыжа, если у грыжи есть секвестр, это когда она вот выпечилась, да, и провисла еще. Тогда вот опасно, да, давление сверху, вы можете этот секвестр отломить. Ну, как правило, это уже у людей более пожилых еще бывают остеофиты на косточках, да? Ну, это сложный случай, мы даже не будем рассматривать. Остеофиты на росты на позвоночнике, которые могут при повороте царапнуть вот это выпячивание, да, и чуть всего как бы так надорвать при искручивании серьезно, да? Ну, об этом человек сразу либо крикнет, либо он об этом знает. То есть, в мере предосторожности не делайте свыше нормы. То есть, чтобы наглядеться, то надо прямо что-то прямо нажать. А такие мягкие покачивающие искручивания, да, покачивающие движения, их можно делать в любом возрасте. И можно ли устранить грыжу? Да, иногда бывает, что она на 2-3 мм втягивается обратно, но при этом мы тоже стараемся. Во-первых, рекомендуем человеку плавать, во-вторых, тянуться самому. В-третьих, мы постоянно массируем и растягиваем эти области, да, напитываем окружающие ткани, и вот эти вот микроразрывы в фиброзном кольце, они начинают питаться, они сращиваются. А питается диск, как и любой хрящик, и окружающие ткани диффузно, мы знаем, да? То есть он питается и оздоравливается таким способом. Ну, далее можно пойти еще круче, чтобы он вообще оздоровился, это нужно изменить человеку питание, да, он должен в компанию достаточно регулярно, это уже достаточно дорогие уже получаются процедуры. Дело в том, что между телом позвонка и диском межпозвоночным есть тонкая мембрана, такая пластинка, ну, практически микронная толщиной, у которой есть отверстие, и все-таки диск чуть-чуть подпитывается. Из тела позвонка, в теле позвонки есть сосуды, вот они немножко туда все-таки питание отдают. А при нашем вредном питании, холестеринах, алкоголе, эти микронные вот эти дырочки, да, они просто засоряются. Извините, заговаривался уже стал. И питание к ним не происходит. Ну, это уже я вот такую программу дал на максимум, да, то есть полностью оздоравливание позвоночника и человека, когда у него идет реабилитация всех тканей, то есть они все возрождаются и молодеют. Ну, про это не будем говорить, если поговорим в следующих видеороликах про более сложные методы лечения. А пока вам достаточно знать, как практикам, вот эти простые и легкие, на мой взгляд, приемы, которые я вам дарю. Дарю без всяких секретов, хотя кое-какие секретики мы оставим на нашем тренинге и расскажем только тем, кто на него придет, и попробуем все это натуре. Мы вам поставим ноги, мы вас научим, как это все делать в практике и сразу для внедрения в жизнь. А по видео, ну, можете смотреть сколько хотите, бесплатно. До новых встреч, с вами был Олег Лав Гудвин.